Шумовики все-таки достали мне в госпиталь Эйрштайна. Точнее, это не шумовики, это просто люди, которые эгоисты. Вот эта женщина, фрау Дионис, которая болтала с полумарокканцем-полуарабом до двух часов ночи громко в коридоре. Я выходил много раз, объяснял ему, что я не могу из-за них спать. Они все равно продолжали болтать. Ну ладно, этот Люмпин, но она вроде пожилая женщина, вроде бальзаска. Она поддерживала его беседу. Потом она вынесла свой пары в телесиди, в фойе, включила его. Я долго упрашивал, долго объяснял, что они не могут понять, эти люди здесь, что для меня нет разницы. Громко их музыка играет, тихо их музыка играет, никакой разницы нет. Потому что это как один ноль, как цифровая вычислительная техника. Когда один есть, или ноль есть, что-то одно из двух. Вот если музыка включена, я ее слышу. То даже когда если тихо, это даже хуже, потому что мозг у меня автоматически пытается восстановить мелодию. Когда речь, то есть какие-то паузы в речи, там секунда, две. И у меня такая особенность. Когда музыка, я поневоле, у меня уровень расслабления, релаксации, он ухудшается. То есть я отдыхаю, допустим, получаю отдых, расслабляюсь, засыпаю. И тут музыка, все. Я, ну может быть, если я сильно уставшую, я, конечно, засну все равно. Но если я, вот у меня проблемы расслабиться, то я, то у меня уровень релаксации ухудшается. То я начинаю, как бы у меня здесь, независимо от моего желания, возникает напряженность некоторая. И сейчас вот они меня достали, эта женщина, она как бы поняла, что эта мелочь доставляет мне такие как бы страдания. И она как бы вот из-под тяжка начинает, упорно включается, зная, к чему это приведет. И на свою сторону как бы она переманила большинство, ну как бы сами перешли на ее сторону почти все пациенты. Потому что, во-первых, я же русский, я беженец же. А во-вторых, они сами могут иногда тут смартфон где-то включить рядом. И именно пряженка, если кто-то просит, чтобы это не делали. Вот. Ну вот, они включили в фойе этот свой проигрыватель. Фойе рядом, против моей двери. Ладно, меня бы сразу с мисофонией. Почему меня вот именно напротив фойе разместили? Там же были пустые палаты другие. Почему меня вглубь куда-то коридора не разместили? И вот сейчас, что удивительно, это уже какой-то седьмой день здесь, я на колени перед ними встал. Этот Серж, с которым я играл, спокойный мужик, играл я в теннис. Я ему уже, значит, тихо. Раз, ну где-то пять, десять, я повторяю тихо. Что для меня, für mich das ist keine differenz. Schnell, stille, aber laut keine differenz, nicht differenz. Я им объясняю, даже по-немецки понятно, что они говорят, ну мы же тихо включили. Я говорю, да если я слышу музыку, то для меня нет разницы громко. Сделайте громко, это будет для меня то же самое. Нет разницы, они не понимают. Они опять упорно говорят, вот громко, это же громче. Они по себе судят, по себе примеряют. То есть им бы мешало, допустим, громко, а тихо бы им не мешало. И они упорно не понимают, почему мне мешает даже, когда тихо. Я им объясняю, ну для вас должно быть достаточно быть, если это же болезнь, понимаете. Поэтому это и так происходит странно. Это не как у всех, потому что это болезнь. И они не понимают. Этот Серж, он спокойный мужик, нормально с ним играл в теннис. Наверное, самый был тут из моих, так сказать, любимых пациентов. Ударил по двери вот так вот, в негодовании, в агрессии. Потом толкнул меня, иди в свою комнату. Вот говно. А я после этого, чтобы как бы примириться, говорю, пошли играть в теннис. Нет, не хочу играть в теннис. Вот говнюки все-таки. Ну, не то чтобы говнюки, но просто это вот эти вот, так сказать, нелюмпины. Вообще-то здесь большинство людей эти эгоисты, которые, потому что эгоизм открывает двери для психических болезней. Для меня проблема здесь отдохнуть, потому что я, ну, честно говоря, немножко непродуманно время свое трачу. Я очень много сейчас трачу время на необходимые дела, конечно. Но раз чересчур я много времени трачу. Поэтому потом, вот после обеда я решил отдохнуть. Вот эта женщина, где они с толстушкой болтали, наверное, на целый час. И прямо около моей двери. И я не мог заснуть. Но я уже не выходил. То есть, иногда я по своей вине пропускаю время, когда вот возникает общественная тишина. Вот после обеда обычно они успокаиваются. И тогда у меня проблема отдохнуть. И тогда я, конечно, не могу сделать самый главный вещь. Например, мне надо к суду подготовиться к понедельнику, объяснить, что и как четко и ясно. Надо другие вещи сделать. Надо адвокат. Ну, я написал адвокат, мне отвечает. Соцработнику своему там что-то написать. Ну, в общем, насущные вещи нужно делать. Но я к ним не готов. Потому что эти броуновские движения, этих вот этих мелких частичек, так сказать, жизни. Да вот эти люди, они ищут расслабухи. Ищут всяких удовольствий. Покурить там, кофе. Вот, ну, понятно, у кого-то ломка. Но все они, им вот трясучка у них. Вот они ищут как бы выжить побольше удовольствия. И тут я. И тут я их прошу, давайте мы музыку, значит, заберите с собой этот проигрыватель на улицу. Закройте, пожалуйста, дверь и все. И послушайте там полчаса, час, сколько вам надо. Никто не обидится, если дверь прикройте на улицу. Нет у нас, нету провода сетевого. Возьмите мой смартфон. Ему не нужен, потому что аккумулятор есть. Возьмите свой смартфон. Скачайте с интернета. Им не охота этим заниматься. Им же усилия. Вот. Номер один. Это поиск удовольствий европейцы. Если ты мешаешь им. В итоге я их всех просто начну тут игнорировать. Они начинают разрушать мою психику, моё здоровье. Если бы я не тратил много энергии здесь, много. Ну, я больше тысячи книг пересмотрел, около ста скачал детям и себе там какие-то книги. Это заняло у меня много часов. Это заняло у меня часов 4-5 на 2-3 дня. Потом я там сайт свой у меня упал. Я его запустил, там программы какие-то скачал, карты там скачал. Заставил работать читалку опять, карты заставил работать. Ну, письма тебе написал адвокату, соцработнику там кому-то ещё. То есть, я трачу много энергии. И поэтому моя защита, она истончается. Когда я полон, так сказать, энергии накопленной, то я могу переносить даже что угодно какое-то время. Ну, вот я вот неосторожно поступил, потратил много энергии. И они начинают меня подъедать. Они жутко обижаются, когда ты их просишь. Я их, похоже, сейчас буду вообще игнорировать. Даже не здороваться. Я буду, пошли, нет. Люди должны использовать любой шанс помочь ближнему. А эти, наоборот, вот, ну, они образуют некое большинство, которое ищет удовольствия и находит их друг с другом. Но вместе покурить, посидеть вместе, музыку послушать вместе. И когда их большинство, то они начинают там чморить любое меньшинство. Вот такой закон природы. Вот. Надо это понимать. Что это просто вот эти свиноты, одержимые, так сказать, бесиками. Вот. Это большинство здесь. Потому что они пациенты здесь. Тут наркоманы, алкоголики, суицидники тупые. Я, например, не ушел убивать себя в лес. Я не хотел жить. Но я ушел в лес искать жизнь. Я ушел в лес за жизнь цепляться. И я там даже физически излечился. Я был у меня, каждый ночь просыпался. Перестал после этого ходить. А это, вот эти люди, с ними говоришь, у них пусто в голове. Ну, вот. И надо это понимать. И не надо на них обижаться. Надо быть готовым, что вот вокруг меня, я вот из России вышел в Европу. Выпал, так сказать, да. Я сюда вот упал на такое место, которое называется, ну, не знаю, свалка называется. Или как вот этот, где вот, куда людей всех сгребают, этих беженцев. Перемешивают их лопатой, так сказать, да. Вот, и тут туда вместе и люмпинов, и всяких туда. И то же самое среди обычных жителей в Европе. Что разве люди попадают в психушку, которая занимается нужными, полезными, добрыми делами, которые души уделяют много времени. Я думаю, ну, может исключение быть, конечно, но не в массе своей. А кто попадает в психушку в массе своей? Это люмпины. Люмпины всякие, разнообразные люмпины. Еще давно, лет 10 назад, и больше 15-20, может, назад, я понял одну простую вещь. Если человек, пусть странный, пусть там, ну, можно сказать, что он там у него какой-то психически заболевает, но если он никому не мешает, никому не докучает, это вряд ли заболевание психическое. Психическое заболевание – это то, что мешает обществу. Вот. И врата этому заболеванию открывает именно нарушение вот этой основной заповеди. Не делай другим того, что не желаешь себе, с поправкой, с очень важной. Потому что другим может мешать то, что тебе не мешает. Вот, например, у меня болезнь, да? Я не выдерживаю то, что они делают. А они выдерживают, поэтому они, ну, мы же выдерживаем, да? Вот тут-тупизм, кстати, и это мешает вот целиком всему пониманию. Вот. Ну, мне тут довели, пришлось орать на все отделение. Кранхайт, кранхайт, болезнь. Вот довели меня, как в Нанси. Вот. Ну, что я думаю? Я думаю то, что мне хочется поскорее отсюда уйти, потому что тут как в тюрьме. Вот иногда, иногда мне просто некуда от них деться. Мне даже поговорить особо из них не с кем. Не потому, что я не знаю языка. Нет. Некоторые знают английский более-менее. Что поговорить? Отсутствие у них желания напрячь свои мозги, чтобы говорить, во-первых. А потом, ну, не о чем абсолютно говорить, не о чем, не о с кем. Вот. И потом в некоторые такие возникают ситуации, когда...